Привет, ребята! Мне кажется, что с каждым днём я чувствую прилив злости. Сегодня у меня просто не задался весь день. Я не знаю, что сказать, просто не знаю. Я ненавижу уделиться с вами негативом, но что делать, если есть? Почему негатив? Может, мне просто пожрать надо? Всё, меня раздражает. У меня порез на пальце. Понимаете? Мне больно. Почему меня никто не может просто пожалеть? У меня просто ПМС. Я ничего не хочу. Не хочу эти джинсы. Короче, рассказываю. Вот этот волос. Ну, я не знаю, когда он уже отрастёт, чтобы собирался в хвост. Ну, почему кому-то так и хочется вывести меня на какие-то эмоции? Где моя расчёска? Привет, ребята! Как начался мой день? Я проснулась. Сложно мне было почему-то встать. Да где расчёска? Я ничего не понимаю. Что, я сюда её убрала? Ой, где моя расчёска? Короче, я не знаю. Не знаю. Думаю вообще, вообще. Что мне делать? Куда делась моя расчёска? Как вы могли заметить, я очень нервная и готова расстроиться просто по щелчку. Очень быстро. Меня всё сегодня расстраивает. Во-первых, со вчерашнего дня вы в курсе, что мне привезли эко-маркет. Окей, да, поздно. Окей, ладно. И так далее и тому подобное. Я планировала покушать бургер на ужин. Да не, ну это что такое? Куда она делась? Тупая расчёска. Сегодня я, значит, такая на кухню захожу. Хочу посмотреть на эту булочку для бургера. Трогаю её пальчиком. И что вы думаете? Она дерев... Ах ты дрянь! Вот она. Вот расчёска. Вот. Свет. Кто-то меня сегодня выбесит. Ливиена тоже сегодня меня попыталась выбесить. Стоит перед лестницей на кровать. Стоит, 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 стоит. Урчит, урчит. Я уже не могу. Я думаю, ну ты что, издеваешься? Ты можешь залезть уже или как? Причём здесь мама? У меня жёсткий ПМС. Ладно, увидела я эту булочку, которая стала деревянной. Расстроилась. Думаю, ладно, разберёмся. Вообще, мне надоело всё. Поездки на Алтай мне не хватило. Короче, я считаю так. Мироздание не совсем правильно услышала мои молитвы. Я хотела отдохнуть. Зарядиться лучами солнца. Да? Послушать звуки моря. Я не хотела лазить по горам, натирать свои ноги. Короче, я расстроена. Ну ничего не скажешь. Я не знаю, просто как-то день не задался. Причём ничего не произошло. Я не знаю, мне надо выйти из дома. Зачем-то, но я не хочу выходить из дома. Я не знаю, что-то меня вообще ждёт на улице, что там с моей машиной. Может быть, за эти дни, пока тут у нас убирались во дворе эти тракторы, может, они вообще засыпали мою машину. Я проснулась. Умылась. Попила кофе. Открыла влог. Не заводится. Может, её реально снегом закидали? Или это потому, что я пять дней её не заводила? Короче, что было дальше? Причесалась только что. Пыталась установить чёлку на своей башке. Всё было безуспешно. Билочка, мама тебя любит. Хоть ты мамочку сегодня не пыталась довести до истерики. Тебя люблю, котик. Самая лучшая, мама. Я мой пирожок. Мои тебе шлаки. Ты мой милёс, я блин. Я блин, милёс, я блин, милёс. Глянечка, милёс. Глянечка, ой, милёс, милёс. Ой, милёс, милёс. Так вот, Вилочка лежит, царица. Ах, какая царица. Клеопатра просто. Вот такой вот у Вилы движ. Да, зайчик? Хотя бы за окном нету снега. И этот волос, я не знаю, что я с ним сделаю, но я уже на грани того, чтобы его отрезать. Собака. Я думаю, мне нужно что-то хорошее, что произошло в моей жизни. Не знаю. Пока хорошего не происходило, но есть надежда, что сегодня произойдёт что-то хорошее, но пока мне не отвечают. Финителя комедия. У меня машина не заводится. Блин, день может быть ещё худее. Вы слышите этот звук? Как моя машина издаёт. Собака сутулая, что сказать? Я позвонила папе, говорю, что что-то у меня машина сломалась. Он сейчас как раз едет на работу, возьмёт там всякие проводочки и будет приедет, будет подкуривать меня. Да, стичь. У меня первый раз такое. Наверное, это из-за того, что я пять дней машины не пользовалась, она заморозилась. Первый раз такое у меня за четыре года. Короче, ребят, рассказываю новости. Сказать, что мой день не задался, это ничего не сказать. Я села в машину, пыталась её завести из дома, она не заводилась. Думаю, ну, кто его знает, мало ли что. Ладно, сажусь, завожу, она не заводится. Короче, это жесть. Я сижу в холодной машине. Это ещё не всё. Прикол в том, что она не закрывается. И я её никогда не закрывала на механический ключ. Он у меня есть. Но когда я выхожу на улицу, там такой ветер лютый, что, ну, не знаю, видите, вы мои руки или нет. Да! Я могу, конечно, оставить машину открытой, она всё равно не заведётся, никто её не угонит, и пойти домой. Но, блин. Почему она не заводится? Заводись! Заводись! Всё это мне не нравится. Скорее бы папа приехал. Ну, с одной стороны, хорошо, что это выяснилось сегодня. Да, конечно, может быть, моя вина в том, что я не заводила машину последние пять дней. Но, блин, неужели настолько было холодно прям? Я иногда на неделю зимой уезжаю, на две недели. Вот даже на Алтай мы были. Она же тоже стояла. Ну, не садилось же ничего. Так что, да, не закрывается. Ну, не, конечно, я могу её так оставить и пойти в тёплый дом. Но вдруг папа скоро приедет. Короче, это пипец, ребят. Тут становится всё холоднее и холоднее. Я чувствую себя человеком, который решил покорить эти горные вершины Эверест. И сижу в морозе в какой-нибудь берлоге снежной, пережидаю бурю. Просто дичь. Наверное, как только машина заведётся, её в идеале нужно прокатить и куда-то съездить. И я вот не знаю, куда съездить. Вообще-то меня ждала бабушка. Я уже написала, что у меня машина не заводится, и я не знаю, что да как. Так что посмотрим. Такая вот веселуха. Даже не могу в ферму поиграть, потому что рукам холодно. Это печально. Люди мимо меня проходят и проходят. Думают, странная девка, что сидит в холодной машине. Чему не заведёт её? Не могу! Я такая несчастная. Единственный плюс, мою машину не занесло снегом. Она прям вообще хорошо стоит. Ещё, видимо, её почистили вокруг. То есть, даже вот вчера я смотрела, около машины были сугробы какие-то. Ну, типа нет, выехать можно было бы. Просто не так легко, может быть, но выехать бы я смогла. А сейчас вообще хорошо, вокруг всё почистили. Единственное, что она не заводится, как я и сказала. Иногда жизнь преподносит нам какие-то испытания, и нам нужно их преодолеть. Сначала я расстроилась, была очень злая, типа, какого чёрта я вообще сегодня куда-то пошла? Ведь мне не хотелось никуда идти. Хотя мне надо куда-то идти. Но не так, чтобы прямо обязательно, сто процентов. В любом случае хорошо, потому что если бы это выяснилось в другой день, когда я куда-то бы спешила, опаздывала, то это был бы пипец. Потому что сейчас хотя бы есть варик. Ну, как бы я никуда не спешу. Сейчас папа приедет. Мы это всё сделаем. Алло. Ну чё? Сижу. Сижу. Десять минут, вот такие пропаны вообще адовые. Так, ставим таймер. Десять минут. Сейчас буду с папой, как с курьерами, ругаться. Уже одиннадцатый минут. Нет, это просто для того, чтобы смотреть, сколько мне ещё осталось. Нет, я реально могу оставить машину открытой и пойти в дом. В общем, в моих планах сегодня приготовить изумительный ужин. Так я и сделаю. Что-то ещё. А я не знаю, вот такое состояние, если честно, грустное. С одной стороны, сижу дома и думаю, блин, ну какого фига. Хочу снять тиктоки классные. Как-то что-то это самое. Какое-то движухе. Пофоткаться, поехать. Какой-то интересный контент снять. Дома убраться. Ну, вот что-то полезное для жизни сделать. Как-то, я не знаю. Какие-то сторис интересные снять, чтобы людям было прикольно. Активность поднять. А с другой стороны, сижу и думаю, ну блин, надо, но вообще настроения нет. Вообще никакого вот прям вдохновения. Меня настолько досталась зима, что я просто уже с ума схожу. Так, еще 7 минут. Сегодня, когда красилась, смотрела расклад карт Таро на март, на козерога. Очень интересно на самом деле. Вот я смотрю, и иногда такие вещи говорит. Я такая, типа, блин, да. У меня это как раз и намечается. Там что-то на март сказали для козерогов. Разборки питерские, но это я пока не знаю. Но то, что, типа, будете что-то отмечать, праздновать. Ну, там для козерогов такой расклад был. Я такая, да. Это у меня тоже намечается. У меня вообще март и день рождения куча. У Саши, брат, день рождения 6 марта. У Славы 9 марта. 8 марта праздник. Ну, типа, много всего. Вот, но у меня есть свои, как бы, есть моменты, которые я планирую отмечать. Поэтому много всегда, конечно, сходится. Еще 6 минут. Боже, с каждой минутой становится все холоднее и холоднее. А вдруг, когда папа приедет, я уже буду замороженная. 5 минут стоит того, чтобы сидеть в морозе. Пусть мама услышит, пусть мама придет. Думала, кстати, я о том, чтобы сегодня встретиться с папой. Думала, съезжу на рынок, возьму чанах. О, у меня чанах закончился. И у папы просто работа находится недалеко как раз от места, куда я езжу за сыром, мандаринами обычно. Ну, мне пока мандарины не надо, хотя я их не пробовала. Вдруг они с косточками. Ну, короче. И думала к папе заехать на работу, в гости посидеть, поболтать. Вот думала об этом. Встретимся мы с ним. Только не у него на работе, а зажигать мою машину. Меня приехал спасать папа. В городном походе. Ох ты мой, зачем я вышла из дома? Мы с папой посмотрели видео, как прикурить мой гибрид. И сейчас он пытается что-то там посмотреть, есть ли там то, что нам нужно. Он у меня такой говорит, открытая машина. Ну, я говорю, да, она не закрывается. Короче, это просто жесть. Я думала, влог получится неинтересный. Я загорался. Первой заводил гибрид таким образом. Да, я не знал, как раньше, когда не заводил гибрид. Видишь? Спасибо. А то это вообще жесть. Она у меня не заводилась из-за секретки сейчас. Да, потому что первый раз она заводилась, руль ко мне поехал. А я нажимаю в секретку, она такая, я ничего не вижу. Я давай искать эту пимпочку. У меня обморожение конечности, я на нее жму. И только потом получилось. Так, короче, я тебе даю свою машину сейчас. А что ты с моей хочешь? А твою поставлю на зарядку, потому что она у тебя из-за того, что она гибридная. Ну, вообще, в принципе, из-за того, что у него не висел аккумулятор, ее надо ставить сейчас на зарядку, чтобы он полностью зарядился. Потому что она не зарядится сама. Всего вам доброго. До встречи вечером. Вау. Ну, все, в принципе, машины... Ну, тебе же ее надо все равно забрать. Ну, да. Ну, а мне мою надо забрать. Поэтому ты... Надо, да? Ты уже не заснеженную, чистую машину и заряженную заберешь. Как тебе такой вариант? Хороший, я согласна. Согласна? Да, я на сливой вариант больших джипов. Согласна? Так, стой, тебе ключики дам. Сейчас поедешь на теплой, хорошей машине, да. А я на холодной. Ну, подожди, давай посидим, поблатаем. Да она сейчас заглохнет, не дай бог. Да ладно. Она может же. Она сейчас тебе батарейку зарядит и скажет, все, как у меня в прошлый раз было. Вот на холодную я ее завел. Она поработала, поработала, такая раз и заглохла. Все, я зарядилась. Типа я гибрид зарядил, и я молодец такая. А, ну ладно, давай. Поэтому давай, я поехал, а ты... Разберусь тут. Часиков 8. Ладно, спасибо. Давай. Боже, что за день вообще? Тут даже есть у папы Кока-Колы немножко. В общем, я заехала в Макдональдс, и единственная проблема, что у меня садится аккумулятор на фотике, а я забыла второй дома. Потому что я не думала, что у меня какая-то движуха начнется. Офигеть. Я уже написала Наде, поехали в ТЦ. На самом деле, я придумала, зачем мне надо в ТЦ. Я хочу взять контейнеры, куда можно обувь складывать тоже. Неплохо. Вот, у меня немножко есть тут заряда, не знаю, насколько его хватит. Попросила в Макдональдсе, чтобы положили два огурчика, но они сказали, что такого не делают. Я приехала к папе, покаталась на его машине. Было очень весело, но веселье закончилось. Когда-то давным-давно, когда дедушка покупал мне машину, мы сразу поставили мне всякие охраны и так далее. Так называемые. Ну, короче, она у меня, видимо, села, и мы решили ее полностью заменить. Поэтому завтра приедут сюда и поменяют мне охранную систему на машине, полностью заменят. Поэтому сегодня я домой поеду на такси. Я уже заказала такси. Где-то через 20 минут приедет. Зато завтра я заеду за своей машиной, и она будет такая чистая. Она уже чистая. Так что кайф. Так что вот такой сегодня денек получился. Мы съездили с Надей в торговый центр. Ничего там интересного не сделали. Просто пошлялись маленько. И все. Потом я приехала к папе, весь день по району просто каталась. Привет. Мама дома, мама дома. Ох, ребята, я дома. Сейчас дофига времени. 8,56. Короче, 9. Я только приехала домой. Сейчас я буду делать ужин. И я еще не следила за монтаж этого влога, потому что, как вы могли заметить, меня весь день не было дома. Ну, мой сладенький. А тут еще одна есть. Изляки, держи. Все. Мои иголами. Так, ребята, сегодня я буду жарить стейки. У меня болит немножко живот. Я думаю, все это предвестники женских дел. Ненавижу. Весь день сегодня испытываю чувство, как будто было вот что-то. Я просто уже как-то рассказывала о том, что у меня очень болезненные дела. У меня тут ничего вкуснее, чем стейк с рисом. Стейк с картошкой фри. Все-таки есть. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Обычно я стейк не бью. Но он просто очень жирный. Я боюсь, что готовится будет очень долго. И есть риск, что он просто сгорит. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Мне это не пригодится Достало Вы хоть раз видели, чтобы человек так страдал От того, что он не может выпить вина Да блин, если бы не стейк Если бы сегодня я жрала наггетсы Базара ноль Но у меня будет такой шикарный ужин Ладно, он не последний мою жизнь Ладно Интересно, как Слава живет Каждый раз есть шикарный ужин Ну ладно, не каждый раз Вчера были наггетсы, но это тоже норм Каждый раз, когда мы кушаем какой-то прелестный ужин Типа стейки семги Завтра сделаю рыбку в духовке Рис, стейки Говядины Курица Я не знаю, все это так вкусно Сырочек чанаха, огурчики, салатик Как можно не выпить вина? Боже, если ты молод, если тебе все позволяет, если хорошая компания У меня дома всегда хорошая компания Короче, ладно Больше всего я ненавижу вот это время перед этими делами Когда ты ждешь их, ждешь их И Нет ничего хуже Задержки И задержки не в том плане, что типа Ой, залетела, нет А дело в том, что с каждым днем С каждым днем задержки Ты становишься все злее, злее, нервнее, нервнее Все равно я считаю, что я сделала правильный выбор Потому что Лучше я не попью вина Чем буду мучиться От жестких болей Сидеть, стонать от боли Чтоб спина болела Потому что у меня сегодня весь день Как бы побаливает живот И я как бы весь день В ожидании Чудо Грустно Ну Так что завтра спишемся Созвонимся с папой Он мне скажет, когда забрать машину Когда там с ней все это сделают Чики-пуки, чики-брики Приеду, заберу тачку А потом не знаю, что Вот такая вот я Ветерная девчонка на самом деле Я жду, когда ко мне приедут курьеры Привезут мне продукты на рекламу И все в этом такое Сейчас у меня такое время, когда у меня Ну, если говорить в плане работы, да В плане каких-то рекламных проектов Они сейчас все подтверждаются Сценарии одабриваются Продукт ко мне едет Поэтому кажется, что мне делать нечего На самом деле, да Действительно, каждый день Я могла бы сейчас Вот последнюю неделю, грубо говоря Просто валяться каждый день на кровати Ничего не делать Влоги бы не снимать Ну, то есть, а в этом что хорошего, да То есть, все равно какая-никакая Какая-то работа Работа в плане того, что Я не пропадаю из виду Я стараюсь делать что-то интересненькое Может, не всем ли интересненькое Хотя я знаю, что вы любите меня Смотрите меня И мне это очень приятно И я читаю все ваши комментарии Общаюсь по возможности со всеми С кем получается По возможности И, в принципе, моя работа заключается Также в том, чтобы поддерживать Какую-то активность Так что ладно Я рада, что я держусь Я рада, что сегодняшний влог я тоже сняла И я рада, что под конец сегодняшнего дня Пришли дела А не так, что завтра утром, например У меня были бы боли Все, настроение испорчено Я такая типа Ааа, не хочу ничего снимать Буду лежать в кровати весь день Одно я знаю точно Я смонтирую влог Смой макияж Ну, в перерыве мы покушаем И потом Лягу в кровать Поздно будет Уже спать надо будет Мне это надоело Я хочу просто лежать Перед сном смотреть фильм Я не помню, когда в последний раз У меня была такая возможность Потому что нам нужно Постоянно рано ложиться спать Чтобы не сбивать режим И меня это так бесит Потому что вся моя ночная жизнь Она куда-то испарилась И я грущу Мне не хватает Лежать, смотреть Фильмы, сериалы Пить какие-то прохладительные напитки Запихивать в всего организм Чипси, сухарики Чё по кайфу Не хватает Очень хочется этого Чтобы это произошло в моей жизни Это надо в 7 часов поужинать В 8 часов лечь в кровать И где-то в 9-10 Уже, например, ты пачку чипсов Как раз когда проголодаешься У всех такие разные мечты, да, ребят? Короче, ладно Спасибо большое за просмотр этого влога Надеюсь, что он вам понравился Надеюсь, что он был не скучный Сегодняшний день вообще меня поразил То, что случилось с моей машиной На самом деле, ничего страшного И я так и не поняла Это у нас аккумулятор у меня сел Или это всё из-за этой секретки Которая у меня на машине стоит Типа охранная система Которую завтра мне поменяют На другую Новую, крутую Поэтому если кто-то из вас воришки Даже не питайтесь Всё, в общем, ладно, ребят Завтра узнаем, что там да как И всех люблю, целую, обнимаю Будьте счастливы, здоровы Оставляйте комментарии Подписывайтесь на мой телеграм Там жесть, там жесть Я сегодня там матом ругалась Ой, короче Я, знаете, даже в какой-то момент Чувствую, что я перестану Давать ссылку людям на свой телеграм Потому что мне хочется, чтобы это был Как будто бы закрытый клуб Хотя я не знаю, я могу убрать сейчас Может быть я хочу, чтобы там было миллион подписчиков Не знаю Но в том-то и кайф телеграма для меня Что там немного людей И там можно что хочешь рассказывать Как будто бы я чувствую себя там в домике Я там такую дичь рассказываю иногда И мне очень нравится там общаться с вами Да мне везде нравится общаться с вами Просто там быстрее В общем, ладно, всё Всех люблю, всем пока